здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем делать кальмаров горячего копчения и щупальца кальмаров тоже горячего копчения как я называю это рецепт одного дня все делается в несколько часов как коптится так солится и подготовится нам сейчас надо подготовить продукт он уже почищенный все и не стал показывать как их чистить они чистенькие плавнички я удалил можно не удалять вот такие вот чистенькие кармалечки что он как внутри так и снаружи ну и соответственно щупальца кальмара самые обыкновенные щупальца кальмара тоже их будем коптить горячим что сейчас для нас надо нам сейчас нужен кипяток а какой кипяток не кипиток прям а горячая вода горячая вода нам нужно 95 градусов чтобы было это максимально чтобы воде у нас игрался закипела водичка маленькая так сказать подождали подостыла до 95 градусов вот вода у меня 95 градусов и сейчас опускаем туда кальмары именно 90 не более 95 градусов кальмара и щупальца опускаем без меня воды буквально 2 литра и постоянно помешиваем одну минуту соответственно если кальмаров больше то время на будет увеличить буквально одну минуту усадить его температуру упала до 80 засекая время ровно одной минуты будет достаточно больше не надо при этой температуре держим и помешиваем нагрузки можно убрать если кальмара там 5 10 килограмм 20 килограмм соответственно время на будет увеличивать 2 минуты 3 минуты 5 минут соответственно соответственно еще зависимости от размера ловите какие становятся щупальца кальмара главное не передержать ну все прошла минута берем дуршлаг и убираем кальмарчики дуршлаг и этих щупальца кальмаров все для кальмаров больше так сказать кипяток больше и варить их ничего не надо а то они будут у вас резиновые дальше нам надо будет делать горячее копчение хотя засолка будет и для холодного копчения посмотрим сделаем горячее холодное если что одновременно в разных коктильных все и даем остыть кальмарчиков до комнатной температуры будет вполне достаточно чтоб они остыли ну все наши морепродукты остыли это занял буквально там 15-20 минут вот они кальмарчики сейчас приступим к засолке здесь у меня килограмм как я уже говорил килограмм морепродуктов этих кальмаров и щупальца на килограмм нужно столовая ложка соли и столовая ложка сахара перемешиваем засыпаем также все тщательно перемешиваем пока сухой посол хорошенько и все в таком состоянии отправляем холодильник на 1 час всего на 1 час вот в этой посолочной смеси сахара и соли также можно добавить специи черный перец красный перец любимые ваши приправы даже укроп можно добавить потому что все равно это все специи потом мы это все смоем так сказать для ароматизации можно добавить остринку какую-то и свою изюминку но это уже у кого как фантазия работает в холодильник на 1 час ну а так же можно добавить глютамат натрия 1 грамм на 1 2 грамма на килограмм но это уже по желанию кто как до усиления вкуса вот прошел час как мы засорили кормальчиков кальмарчиков но щупальца кальмары сами тушки видите соль почаще растворилась а послушать сейчас что мы делаем опять врушлаг жидкость он сейчас вытекет промываем холодной водой ну принципе и все и пойдем по копте вот они промытые даем им стечь и поехали коптить ну вот так вот они будут располагаться в коптильни коптильни хака я не стал делать холодного копчения холода копчения принцип как бы сказать тот же просто температура копчения 30 градусов при 30 градусов коптя там час два три все зависит в какой коптильни все это будет коптиться 28 30 градусов холодное копчение вот этих морепродуктов я буду делать горячего копчения потому что из-за несколько штук заводить коптильню для холодного копчения я смысла не вижу вот такая будет делаем горячего копчения сейчас что мы делаем температуру ставим на 50 при 50 градусах подсушим его в течение 15 минут к это сказать как так сказать первый этап при 50 градусах 15 минут сушим ну вот температура достигла 50 градусов засекаем ровно 15 минут при этой температуре просто сушим подсушиваем прошло 15 минут при 50 вы подсушивали подсушенные все теперь надо вести до температуру температуру до 85 никаких 90 100 120 а именно до 85 градусов доводим теперь доводить температуру до 85 и закидываем щепу и начинаем коптить копчение будет идти в течение 40 минут температура в коптильни достигла 80 градусов сейчас мы будем закидывать увлажненную щепу никакой не сухой а именно увлажненную щепу коптить было на алихе кальмара лучше коптить на алихе дуб бук не не на фруктовых а вот именно на лиственных деревьях вот таких вот алиха бук дуб щепа увлажненная не сухая несколько жминек закидываем ну и соответственно доводим температуру до 85 и при 85 уже непосредственно коптим 40 минут все начинаем копчение ну все прошло 40 минут дым я уже выпустил открываем вот они копченые так сказать копченые кальмары щупальца кальмара сейчас что мы делаем достаем и два часа дадим им просто проветриться даже и просто положить какое-то прохладное место чтобы они отлежались и ну а после обязательно все это попробуем ну вот кальмарчики и щупальца кальмара и отлежались и они у него так просто лежали на салфетке просто прохладном месте будем пробовать вот они щупальцы не резиновые очень вкусный ароматный с пивом как пивная закуска конечно можно было вот так вот распластать чтоб они были как бы со всех сторон прокопченого им еще полежать несколько часов они все примут свет так сказать более темный ну или сами кальмары я покажу что они очень нежные не резиновые мужская даже сочные вот они кальмарчики копченый не резиновые рвутся едятся без проблем все также можно готовить щупальца осьминога самого осьминога вот она быстрая закуска к пиву так сказать рецепт одного дня делается все в течение нескольких часов всем приятного аппетита и до скорых встреч